Добрый день, что у вас тут происходит у нас? А за что машинку остановили? Вот этот Opel? А? Адвокаты? Чей? Давай, он будет тебе приз защищать. Что случилось? В общем ситуация такая, я заехал на портовку КТБ, развернулся на выезд, перед поворотом я остановился, включил поворот, но случайно так же сама включилась, у меня заедает иногда, включилась короче аварий, я даже этого не видел, а я стал на повороте, передо мной стоял автомобиль на маркер джип, поворачивался на лед, я поворачивал на кран, соответственно, только стоял ждал, в этот момент стоит автомобиль, в этот момент у меня открывается дверь пассажирская, залетает какой-то пацан, они залазят ко мне в машину, открывают дверь, засовывают голову, он говорит, ты таксуешь? Я говорю, нет, не таксуешь, он говорит, довези до барика, я говорю, до какого барика, закрой дверь, в этот момент, соответственно, он закрывает дверь, машина поворачивает, я начинаю движение, подъезжаю сюда, тут меня останавливают сотрудники полиции и говорят, что я, короче, якобы где-то стоял 10 минут, я говорю, покажите видео, мне показывают видео, где я рассказываю все то же самое, что есть, то есть я стою перед этим самым и поворачиваю, выезжаю, а мне говорят, я говорю, так, а почему на видео нет, что я 10 минут стою, у вас на видео 40 секунд, передо мной стоит помеха машина, стою я, только я говорю, двигаться, ко мне заламывается какой-то человек, они мне начинают рассказывать, это твой друг, ты его ждал, я говорю, в смысле друг, я его ждал, говорю, он что, сел ко мне в машину, говорю, вы как бы видели, чтобы разыскали, и вообще, может быть, отреагировали наоборот, помогли водителю, ну да, я в шоке, если честно, я предложил инспектору, ну давайте, говорю, помирим вас, это уже бред, кто вообще что-то предъявляет, видишь целых трогов, я снял все на видео, стою вот этот вот инспектор, то есть он остановил этот инспектор, ну и предъявляет мне, якобы, остановку в неположенном месте, когда я человеку, ну ясно объясняю, что я не останавливался, я стоял, у меня была помеха, я не мог поедать, при этом полиция ехала сзади как-то или сбоку, или что-то, за мной, они начали мне сигналить в момент, когда человек открывал мою дверь, они мне даже почему-то посигналили, я даже не понял, сначала подумал, может это их незнакомый, мне открывают дверь, но думаю, почему, тут человек спрашивает за такси, я пытаюсь его отослать, потому что мне сигналит полиция, как бы, ну якобы, двигайся быстрее, то есть, двигайся быстрее, вот, единственное, что возможно, что у меня, ну, у нас даже срабатывает при повороте аварийка, как бы, ну это косяк всех апеллий, этот самый, ну так случилось, они сказали, что я якобы здесь, короче, просто надо было, ну не до кого было, самый, блядь, херовый, то есть, водитель поймался, давайте узнаем, что у нас, задерживают вас, не задерживают, кто у нас, природные справы, задерживают, ну, да, говорят, можно делать. Сказал, кто произнес это вслух, вот это удостоверение, пожалуйста, можно ваше? Протокол составки, сколько это время было, потому что сейчас уже три часа отчислял, сейчас, когда протокол возьмем копию, а ваше можно выстроить? Так, ну что, ну, подождите, а можете спустить маску, чтобы понять, это вы или нет? Не могу. Не спустите? Нет. Просто Порыбин, если он у вас имеет значение, это мониторим, и он сообщил, что учитывая, что есть карантин, на расстоянии полтора метра, при, если я попрошу, как адвокат, чтобы либо любой гражданин сверить с удостоверением, вы имеете обязанность выстить маску. Вы отказываетесь, правильно? Обязанно. Да. Потому что... На расстоянии, у вас никто на... Конечно. Это все на расстоянии. Все. Спасибо большое. Спасибо большое. Вообще, ничего страшного, что мы снимаем, в этом ничего, что нету персональной данной. Правильно? Вы правильно? У кого правильно? Ну, правильно я говорю, что нет у вас персональных данных. А что вы говорите? Что можно фиксировать службовое посвящение на камеру. Не против же? Я не против. Все. Этого достаточно? Все, и конфликта нет никакого. А зачем конфликтовать? Не, ну я хотел там разогреться. Смотрите, законам не запрещено, но и не разрешено. Но я не против. А вы не против, посмотрите, убедиться? А что мне скрывать? Ну, маску, не, приспустить. Маску на расстоянии, пожалуйста. Да, все, спасибо большое. Красивая. Красивая. Сейчас я угострию, посмотрю. Не успевают. Вы мне похожи. Нет. Нет, это правильно. Мы просто не понимаем. Мы всегда. Ну, не надо, не надо. Холодно, не надо. Ладно, давайте ближе к теме, чтобы мы не тратили время. Смотрите, причина зубынки я так не понял. Проводжение было в открытом? В Италии. Время ознакомлено, дата, место, все есть? Да. Хорошо. Что мы будем с вами сделать? Ну, это 10-10. Это 10-10. На что вы у нас сделали? На каким чиновом залучено? Написали, что вы? Чи мало миссий. Запропонували дать письмо и объяснение. Виткова и вся. Подождите, подождите, я скажу так. Я сначала не отказался, я говорю, дайте мне ручку и листик. На что мне сказали, я вам обязан, я это все снимал. Я говорю, у меня нет ручки. А человек говорит, я вам не обязан давать мне ручки. Я говорю, у меня нет в автомобиле. У вас же планки есть. Нет, нету ни бланка, ни листика, ничего, абсолютно. То есть человек ничего не дал, вы поняли? Нет, у нас там просто есть планки, которые постоянно... Нет, не ходайство, пояснение, пояснение. Пояснение мы для себя распечатываем, для того, чтобы устроить процесс принятия пояснения. Но на данный момент они закончились, потому что, извините, уже как бы... А почему вы мне не сказали, что они закончились? Мне просто сказали, что вы не обязаны. Когда я попросил по-человечки, я же не ругался, я нормально сказал, дайте мне ручку и листик. Я хочу написать. А вы мне что сказали? Я не обязан. Ничего не цепляет. Да, давайте видеодокер. И по времени, и сразу смотреть, что происходит. Вот смотрите, передо мной автомобиль, наблюдаем, как все происходило. Вот четко, внимательно смотрим эту ситуацию. И станет все сразу понятно. Да, вот у меня сейчас горит аварийка, но на самом деле это поворот. То есть он иногда так срабатывает. А я же рассказывал. И откуда мы понимаем, откуда мы понимаем, что это у вас так работает поворот. И вот смотрим дальше. Ко мне в этот момент даже машина еще не повернула. Смотрите, подбегает какой-то человек к автомобилю. То есть, естественно, как бы вы... Вот, смотрите, он просто подходит. Открывает у меня дверь, а машина только-только отъезжает. Как бы мне двинуться. Время идет, правильно? И мы не понимаем, это остановка, остановка. Подождите, не ругайте, с чего вы ругаете? Он не сел ко мне в машину, он спросил, я так все умею, я его отправил, не поехал. А вы меня остановили, инкриминируйте, что я стоял 10 минут. Вам никто еще ничего не инкриминирует. Все, и вы его... Мы сразу начали по-другому разговаривать, когда приехали. Что там, Алексей Михайлович? Да я сейчас еще больше. Ну, безусловно. Можно узнать, вы можете спросить, Алексей Михайлович, что это за чудесное устройство? Ну да, действительно совпадает полностью с пояснением моего клиента. Объясню почему, потому что действительно транспортное средство не могло двигаться. Потому что у него было препятствие, он не мог просто совершить какой-либо маневр. Потому что убедиться надо в безопасности. Вы поняли? Так вот этот человек лезет и говорит о том, что он не может. Когда еще наш автомобиль отъезжает с самого начала... Я просто думал, действительно стоит человек долгое время. Нет, нет. Если вот наш автомобиль отъезжает, данный автомобиль уже стоит включенный, а время... Он уже стоял. Мы отъезжали, у нас там был бы... Как мы только что слышали при вас, что у него есть... Он такого нам не говорит. Ну вот только что в ремне я... Значит, при вас, подождите, это уже при вас. При нас он этого не говорит. Значит, первый момент. Вот стоит автомобиль. Да, стоит автомобиль, перед ним стоит другой автомобиль. Уже в любом случае он не сможет совершить маневр, который он хотел выполнить. То ли это направо, то ли налево. Потому что, ну, от нас не зависит техническая... Возможно, там какая-то проводка, да, у него что ли там какой-то момент был. Все, соответственно, я за то, что... Я думал просто, что он остается. Все уезжают полностью и вы ждете его. Вы поняли? За ним. А что ему не ждал? Вы были на вызове? Нет. Просто я по объяснениям понял, что человеку действительно кто-то открыл и говорит, отвези меня или что-то такое. Ну, и с этим человеком ехать нельзя, потому что это небезопасно для здоровья и будет ответственность уголовная. Потому что физическая вред ему будет. Поэтому, в принципе, объяснения полностью оправдываются и в вашем видео подпискаются. Поэтому, как бы, я считаю, ну, лично, мое субъективное мнение, посмотрев это видео, вы конкретно какой пункт планировали? 15-9. 15-9. Ну, там 15-9, как говорится, что, во-первых... С первой территории. Да, и плюс... Забороняется зупынка, 10 метров. Да. Во-первых, подождите. Ну, а это еще было. Не, ну, подождите. Послушайте, послушайте меня, пожалуйста. Вы померили, там есть 10 метров? Конечно. А чем мерили? Подождите. Чем мерили? Рулеткой. Можно видео видеть и вы мерили? Сейчас мы не мерили. Ну, там это визуально даже видно было. У вас за глаз сертифицированный? Конечно. Я же прохожу каждый год. Я говорю, давайте вы не будете меня это, потому что я сам могу у вас... Да, и вас не это, как я говорю. Очень крепко. И поверьте, вы будете обижаться очень сильно. Меня крепко не надо. Я вам объясняю другое. Скажите, пожалуйста. Ну, допустим, даже он стоит на аварийке. Он уже нарушает, если он даже стоит на аварийке. Насколько я знаю, пункт 315 нам обратно говорит. Знаете 315 пунктов? Правила дорожного движения. Вы знаете? Что это такое? Говорите дальше. Скажите, вы знаете или нет? Давайте вы выскажите свое мнение, а потом мы скажем. Это идет поломка транспортного засоба. Не важно, что у него в дороге произошло. Совершенно верно. Вы у него вообще пояснения при рассмотрении дела. Во-первых, у вас рассмотрения дела не было. Вы сразу ему сказали, вы нарушили там-то... Не было, не было. Было такое? Давайте так. Не было. Хорошо. Я вам просто говорю, даже если он... Ну, вы сразу выбрали третье сбино и начинаете на меня напирать. Подождите, подожди, помолчи. Подождите, надо... Камера пишет, понимаете? Там тяжело вставлять. Я вам просто объясняю, где уже не монтировать. Мне тяжело это монтировать. Я вам объясняю. Если вы не знаете правила дорожного движения, хотите приписюнить человека... Никто не собирался так делать. Смотрите, причина была, кто вам такое сказал. Это, возможно, вам так хотелось. Но не всегда хочется, не всегда хочется совпадать с действительностью. Вы бы занимались... Да мы и занимаемся эту правду. Так это и есть. Выкинь, наша служебная задача. Они зарабатывали действие. Причина была, была. Остановили, проверили. Она законная. Она законная. Она законная. Можете объяснить ее? Законная она или нет? Еще раз повторяю. Видео уже просмотрели. До того, как... Все, он виноват. Все, вы носите, пацанов. Все, виноват. Какие? Еще никто ничего не сказал, что он виноват. Ему еще никто не сказал, что он виноват. Кто-то сказал? Мне на видео сказал инспектор. Я могу сказать, что да, действительно инспектор сказал, что он хочет его приписюнить. Он так и сказал? Ну, это я уже дополнил. Он сказал, да, я хочу, я хочу привлечь, я хочу его привлечь к ответственности. А, вот так вот. Тут другое дело. Ну, приписюнить это... Я не слышала, прошу прощения, что он вам говорил? В каком режиме он вам говорил? В устном, с телефоном? Я не слышала. Вот. Вы его вину уже доказали? Все, виновен, все, нарушен? Сейчас розгляда справа. Так. Зъясуем его все, устало. 252-я. Конечно. Если вы не знаете, я вам буду подсказывать. Дальше. Ну, что дальше? Ну, зъясовываем дальше. Что он остановлен? Только есть одна просьба. Сразу договоримся. Если вы говорите, что вы его законно остановили. У нас огромная просьба. И мы вынуждены в этот раз уже вас немножечко потревожить. По 247-й, в части 1-й, закройте нам постановление. Если вы считаете, что вы его законно остановили. А мы, в свою очередь, потому что человек очень знаменитый. У него очень такая деятельность, которая... Сколько ты сейчас на данный момент бабок потерял? Ну, я думаю, в тысячу тридцать больше. Я вам серьезно говорю. Я не шучу. Мы хотим ваши действия непосредственно по ходу вот этого инспектора обжаловать в суде. И все станет на свои места. Закрыть по 247-й, в части 1-й. Вам это позволено. Если вы мне не верите, звоните в отдел мониторинга. Пусть приезжает сюда мониторинг. Мы на них будем еще, как говоря, нападать в устном порядке. Зачем нападать? Поэтому, будьте ли так любезны, вы если сказали, что вы законно его остановили, а мы докажем в суде, что вы его незаконно остановили. И все. Это будет правильно. Правильно, Алексей? Первая часть 247-й. Чтобы мы могли оспорить их действия в суде. 284-я выносится письменно, а 247-я это пенснала для закрытия провалачивания. Это более красиво и правильно вам рассказывает. А у вас есть бланки вообще? Конечно, есть бланки, конечно. Не, ну может электроны у вас? Есть и такие, и такие уже, да? В электроны они не смогут закрыть. Только письменно. А у нас есть бланки, и такие, и такие. В принципе, вы можете воспользоваться тем же бланком, и закрыть производство. У нас есть такие и по трукам. Вы в этом, но они же открыли уже дело. Да, если оно было открыто, то надо закрыть. Просто еще раз повторюсь. Так, так, не, 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 не. Я ни в том случае не собираюсь сейчас что-то где-то перекидывать на чужие плечи. Еще раз повторюсь. Я сидела в автомобиле и писала рапорт. Поэтому весь разговор от и до... При езде? Что? При езде рапорт писала. А как мне еще умудряться? У нас время ограничено, вызов, от и до. Я могу покататься ручкой, как бы вы же не сможете... Что вы понимали, мы сюда приехали. Я понимаю, но работа у нас такая. И у нас такая деятельность помогать людям. От начала и до конца я не слышала. Открывал, не открывал он производство. Сейчас инспектор на СВИ властный рост. Вот только в Индии, 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 в Индии. Сказать. Можете, можно, что вы... Послушайте меня, пожалуйста. Уважаемая модмазель. Давайте вы будете нормально со мной разговаривать. Я же не сказал дура. Я же дура не сказал. А вы начинаете... Да при чем тут дура, не дура? Вы начинаете... Знаете, почему я так начал говорить? Объясняю вам. Я вам, прежде чем вот это все говорить, я вас просил. Вы его законно остановили. Вы говорите, да. Потому что... Вашу законность... Можете законно работать. Мы не можем просто так останавливать. Что? Вы законно работаете? А как по-другому? Вы законно мой родной работаете? Ну, в наших действиях, если вы сомневаетесь, вы можете проверить. Как я могу ваши действия обжаловать в суде? Вы должны выписать сейчас постановление по части 1, 247. Где глазится в 284? А мы ничего не говорим. Че водитель? А у вас есть? Оля Владимировна, а если у вас на закон, у вас службовый посвященный. Так, я вам его на дорогу. Вы знаете, что это не службовый посвященный. Это карта, а идея. Нет этого формулировки, что это службовый посвященный. Достаньте его. Вот это будет нонсенс. Скажите. Будемте посмотреть. А мы вам потом покажем ответ. Ну, вот видите, тут нет у нас формулировки службового посвященного. У священия есть специальный жетон, есть поднимаем на фазу и все остальное. Не, не, ну вы поняли, сзади, с другой стороны должно быть написано застрой. Да, ну вы поняли, что здесь должно быть службово посвященное. Как в милиции было. Ну, раньше в милиции. Ну, было же в милиции, правильно. Так, а в законе, что перенесли национальной полиции, там же службово посвященное. А я вижу, вы больше всего подкованная. Больше всего законов знаете. И всего, больше всего знаете, как утет ответственности, правильно? Нет. А я вам говорю, да. Нет, я от ответственности не хочу уходить абсолютно. Поэтому будьте так любезны. Пусть, смотрите, я так вижу, вы тут старшая. Вы предварительница этой банды. Причем тут сразу банды. Ну, вы как-то следите за своим разговором. У нас не банда, а экипаж. ОПГ. Вот написано. Нет, у нас экипаж. Экипаж? Я не старшая. Ну, тогда можно, а мы будем вот с данным инспектором. А вы просто стойте, как бы слушайте внимательно. На разные виды работы, там, услуги, все такое. Поэтому в полиции именно службово. Ну, какое вы... Ничто, а 247-ая, часть первая. Да, раз. Все. А нам долго ждать. Скажите, пожалуйста. Нет. У меня такая... Как вас еще величать? Ну, скажите, пожалуйста. Забыл, забыл вас. Андрей Андреевич. Андрей Андреевич. Андрей Андреевич. Вы тут говорили, что вы не сможете долго адвоката ждать, да? Ну, как бы... Пределок разумного. Пределок разумного. А в пределок разумного, скажите, где-то в КУПАПе прописано ограничение? Нет. Нет. Так вот, смотрите, у нас тоже время сейчас ограничено. Время, деньги. Вы это знаете. Прекрасно. Поэтому... Я лично вас не задерживаю. Нет. Человек с нами просто едет. Значит, придется подождать. А сколько? Сколько понадобится? О, а я вот с чего веду, Андрей Андреевич. Где же у нас тогда логика получается? Если ты... В пределах разумного. А что нам ждать? Вы что, не можете закрыть 247-ю? Сейчас это же составляться нужно. Вы начали? Я не вижу. Наверное, я сейчас начну, да. 247-я? Вы же отвлекаете, как? Вы командиру позвонили? А с чего? Командиру не звонили? Для чего? Все, вопросов нету. Составляйте. Мы ждем. Только составляйте. Конечно. Потому что, вы знаете, я могу психануть, и вы, может, не уедете. Хорошо. Друзья, ну, в общем, как-то так. Обратился человек к нам, надзор Харьков, вот сюда, вот в эту группу прекрасную. И мы есть. Ну, и плюс в то, что это мой знакомый. Ну, сама суть, вы понимаете, какая. Они не захотели с нами общаться удаленно. И мы с Алексеем Михайловичем, уважаемым нашим харьковским адвокатом, мы приехали, естественно, на место. Как и к любому человеку. А то вы сейчас начнете в комментариях писать, что я приезжаю только к Интам. Совершенно же нет. Я приезжаю ко всем по возможности бесплатно. Что сейчас происходит? Мы их загнали в рамки такие, что они теперь не знают, что делать. Ну, вы все на видео видели, как она выходила из ситуации. И вот эта вот статья 247, часть 1, и статья 284, она говорит о том, что какие виды взысканий идут. Так вот, в нашем случае это 247, часть 1, для того, чтобы обжаловать их незаконные действия в суде. Как-то так, друзья. Вот. Сейчас ждем, и я включусь снова. Это дата, это место, и час. Мои служебные данные, посадка, прозвищение, имя Кубаньки, и рекомендация. Ваши персональные данные. Число, месяц, рік народжения, адреса народжения, число проживания. Документы, за которых у вас установлено, а самое посвящение водяя, серия новой кубаньки. Видео транспортный способ, который руковал марка-модель, и в какой властности. Так, короткий смес, обсаун, фабула. 22.03.2021, 16.00 в.м. за адресом Харків, в России, в Сорольнице, в 27.00, под час розгляду справи, стосовно громадянина Черняховского, ВМ, что до порушения ПДР Украины, 15.09, и заявлено, что недостатка доказательств, дивиться, не перебивайте. Я же буду відповідати вам на це все. А тому було закрито розгляд справи за відсутністю подій і складу админ правопорушення. Згідно частиною перших статей частицей. Подождите, а мы с вами рассмотрели це дело? Будете отримувати копию? Обязательно, конечно. Тоді поставьте петпись. Расписываться прямо вот здесь, в точку на вот тут? Так. А теперь спроси, где второй? А где, да, где, в одному виглядень? Вы нам его отдадите, да, Богдан? Берем. Спасибо. Теперь еще раз спроси. Тримайте, більше вас не затримую. Нет, расскажите мне с моими правами. Только с правами. Ну вообще, ну мы должны как-то рассмотреть, были дела, то есть... Ну а как, ну не рассмотрели? Видео ознакомить. Нет, то, что ты мне... Неясни, не вы надали устне, чи письмо. А письменное вы не захотите. Нет, не я не захотел, ты мне не предоставил ручки. А я вам обязан. Ну как обязан? Ну я же попросил ручки, я сказал, у меня нету. У меня-то уже нету. А как тогда? То есть ты потребовал с меня письменное объяснение? Я не потребовал. Нет, да ты, блядь, да ты спросил, говорит, ты будешь делать? Я говорю, я дам письменное объяснение. Дайте мне ручку. Я вам запрещаю? Ты меня не слышишь. Я говорю, я... Я вам запретил это делать. Вы сказали, дам, блядь, мы что, на разных языках разговариваем. Ладно, я считаю, что вы извинились перед человеком, потому что вы реально облажали. Да вы незаконно его остановили. А теперь закрыли, блядь, дело, что теперь я как-то... А ну, подожди, что я, блядь, виноват, а теперь не виноват. Салаз на 35-й, 1-й или 3-й? Первый. Он не знаю. Первый. А ну скажи, пожалуйста, покажи постановление о том, что... Видео было достаточно. А сейчас разгляду справа мы уже взъясували все обставы. А попереднее... А ты решение Верховного Конституционного Суда знаешь? Нет, не знаю. Так возьми, открой, решение о том, что вам запрещено останавливать водителей без их доказательств. Только забыл, что. Ну, видео, ну что, я это видео... Хорошо, по-другому вопрос задам. Человек нарушил? Ну, фактически он объяснил, почему он нарушил. Нет. Я нарушил или нет? Да или нет? Нарушил. Выписывай постановление. А постановление, блядь, не виноват. Ну, как тогда это получается? Ты что, прикалываешься или что? Я тебе... Я нормально говорю. Я нормально говорю. Человек нарушил, да или нет? Фактически, да. Извиняйся, как твои... Не, корона упадет, если ты извинишься. Ну, корона упадет. За то, что ты без причины остановил меня. Сказал, что я виновен. А теперь оказалось, что я виновен. Все было. А ну, стой. Подожди. Твои коллеги, которые... Послушай, твои коллеги... Слышишь? Слышу. Твои коллеги, которые носят такую же форму, как и ты, всегда водителям говорит. Ну, признайся, что ты нарушил на мужика. Давай, ты мужик. Скажи, что... Я не нарушил. Товарищ водитель, извините за то, что... Забрал у вас кучу времени. Кучу времени. Это будет мужик. А то вы все не... Водителям говорите. Ты же мужик. Скажешь, что ты мужик. Да, мне-то такого не надо. Ну, скажи, извинись по-человечески перед водителем. Я не могу извиняться. Ну, я потерял кучу времени. А, баба, ты знаешь, сколько он потерял? Я не знаю, что я здесь с вами. Если ты от зарплаты до зарплаты... Это неправильно будет жить. Правильно есть... А я раз... Подожди, подожди. А я неправильно жил. Ну, вот, у меня от вас доказательства, что я не виноват. Значит, я правильно все делаю? Есть извинения. Все закрыто. Как извинения? Это не извинения. Это то, что вы у меня забрали кучу моего времени. Я потерял деньги. Из-за того, что вы забрали кучу времени. Я просто прошу, чтобы инспектор извинился. Корона не упадет. Если он скажет, извините, товарищ водитель, я был неправ. Я был неправ. А почему он неправ? Ну, вот. Ну, это его... У вас на этим 10-10 дней? Ты вообще... Ты понимаешь, какую-то херню несешь? У вас 10 дней. Чем я пойду обжаловать? И его, и выражайте. Нормально. Садись в машину и едь отсюда. Хорошо. Всего доброго. Вы хотя бы херню не несите, понимаешь? Ну, посмотрим, мы еще с тобой встретимся. Да, да, я буду рада. Да ты мне не дакай, поняла? Я общался корректно с вами. Давайте, езжайте. Ну что, друзья, вы сами увидели максимально вежливое общение с данными полицейскими. И уже под конец, под конец, когда вот эти вот писюльки, вы понимаете, полицейский переписал сюда целый бланк постановления о закрытии. Такого даже вообще, даже в 13.95 нет и в 13.76 нет. Ветан, шо ты скажешь? Если бы реально мы не подъехали... Я говорю, если бы реально не подъехали, то есть они бы меня вжачили вот именно по вот этой статье. Это только потому, что вы подъехали и меня обосрались. А так как то есть он уже реально стоял, когда я ему говорил, что братан, ты же понимаешь, что это же видео, которое ты показываешь, ну это куска, там же на нем видно, что я не нарушаю. Ну я же, блядь, царь при погонах, я сейчас дам, блядь, подъехали вы, обосрались, написали, теперь что жопу вы... Братан, ну нужно спасибо сказать Алексею Михайловичу, пожалуйста. Это обязательно, блядь. Алексей Михайлович, лично благодарен. Очень, очень благодарен. Друзья, в общем, вы знаете, что делать. Ставим лайки, подписываемся на канал. Если вам нужна помощь, пишите в надзор Харьков, в Инстаграм, в Телеграм, пишите к нам на почту. Мы будем максимально каждому стараться уделять время и максимально по возможности приезжать к вам и помогать. Но только при одном условии, если вы не пьяный и не наркоман. Ну, а вы знаете, что делать, ставим лайки, подписываемся на канал, ну а мы погнали дальше. Все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok